Добрый день! Мы находимся примерно 200 километров от Москвы, где конкретно сказать не можем этой военной тайны. Дело в том, что нам очень здорово повезло. Нам разрешили заснять несколько фрагментов проведения десантирования, то есть это учение ВДВ. Ситуация прям уникальная. Во-первых, нам раньше никогда не доводилось работать на военных аэродромах. А посмотреть здесь есть на что. Надеюсь, что мы не покажем никаких военных секретов. Во-вторых, снимать нам предстоит технику военную, что не так уж и часто бывает на нашем гражданском канале. Но самое главное, что греет душу особенно, нам дали возможность снять материал эксклюзивный. Не могу не сообщить, что из всех представителей прессы только бригаду нашего канала пустили на взлетно-посадочную полосу и разрешили снимать погрузку боевой техники на транспортные самолеты. Грузится техника достаточно прозаичная, на мой взгляд. Мне казалось, что они будут заезжать по специальному пандусу. Нет, обычным Тельфером поднимается машина. Поднимается при помощи обычного банального Тельфера. Вначале идет груз, как мы уже видели. Так что получается ГАЗ-66 заправщик и вот этот 66-й. Он пойдет первым. Он десантируется на счет первым и он потянет за собой как раз всю эту цепочку. Эта схема называется закрепить цугом. Так в свое время запрягали лошадей в царские времена. То есть по-русски, в переводе с немецкого, это называется запрягать паровозиком. Как это ни странно прозвучит, но армия нуждается в пиаре. Как, собственно, любой другой государственный институт. Можно называть это социальной рекламой или как угодно, но об армии надо рассказывать. Причем не только об ужасах и беспределях, о которых с большим удовольствием сейчас рассказывают почти все средства массовой информации. Нужно показывать, на что армия способна. Не зря же все полководцы во все времена уделяли столько внимания поддержанию воинского духа своих армий. У сильного государства должна быть сильная армия. Это аксиома. Мы должны уметь постоять за себя и за наших близких. И должны научить этому подрастающее поколение. Потом каждый из подростков сам сделает выбор, идти служить или нет. Сейчас вы должны понять, что такое армия, каковы ее возможности и задачи. Вот мы и рассказываем вам об одном дне учения в воздушных десантах войск. Итак, прежде чем десантировать технику, ее надо, как понимаете, погрузить на борт самолета. Для того, чтобы она грациозно парила в воздухе под парашютами пару минут, ее надо перед этим несколько часов загружать. Процедура эта очень ответственная, поэтому все сосредоточены предельно. И десантники, которые готовят машину, и борттехники, которые осуществляют погрузку. И тех, и других можно понять. Здесь нет мелочей и нет права на ошибку. Если не догадеть на земле, то в воздухе может случиться непоправимое. На самом деле, вся эта конструкция, которая сейчас поднимается, самолет весит около 7 тонн. Это вес машины, вес платформы. Машина приземляется вместе с платформой. Плюс, соответственно, топливо, которое находится в бочке. Это топливозаправщик. И все это вытягивается при помощи четырех основных парашютов и одного дополнительного, который, собственно говоря, и выдергивает конструкцию. Под платформой находятся шесть специальных емкостей, специальных мешков, которые открываются, когда вся эта конструкция падает вниз, вернее, опускается. Дело в том, что они наполняются воздухом и в момент приземления работают как воздушная подушка. Воздушные десантные войска – один из самых молодых родов войск вооруженных силах России. Днем основания российских ВДВ считается 2 августа 1930 года. Формирование авиадесантных частей, положившее начало массового развертывания этого родов войск, началось в 1932 году. С первого дня своего существования ВДВ стали войсками передового рубежа, для чего, собственно, и создавались. Кстати, сами десантники расшифровывают аббревиатуру как «Войска дяди Васи» в честь генерала армии Василия Маргелова, который командовал ВДВ 25 лет. Немного о самолете. Военно-транспортный самолет Ил-76 создавался и предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Он является первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивным двигателем и способен доставлять грузы максимальной массы до 60 тонн на расстояние до 4500 км с крейсерской скоростью до 800 км в час. Грузовая кабина имеет размеры 24,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и 3,5 метра в высоту. Кстати, ориентировочная стоимость самолета 27 миллионов долларов США. Но это я так, к слову. На удивление, здесь тихо, я думаю, будет относительно более шумно. То есть звук примерно такой же, как в обычном самолете, это учитывая то, что у нас открыт задний люк и боковой. Но вообще пространства, конечно, много. Все кабины Ил-76 гербетизированы, что дает возможность перевозить 167, но в палубном варианте 245 человек-солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 человек десантной группы. Кстати, за каждый прыжок с парашютом солдат получает по 100 рублей дополнительных к своему денежному довольствию. Интересно, берут ли в ВДВ тех, кто боится высоты. Кстати, рядом с самолетом мы встретили православного священника, который тоже готовил самолет в лишний состав к вылету. Только по-своему. Поскольку мы автомобильный канал, давайте отвлечемся на некоторое время и посмотрим, какие машины состоят на вооружении в воздушно-десантных войсках. Основная наша авиадесантная техника – это был автомобиль ГАЗ-66, который был выпущен в 1962 году и принят на вооружение как авиадесантная машина в 1966 году. И вот с этих пор еще эта машина стоит на вооружении у нас как авиадесантная. ГАЗ-66, он же Шишига, он же 66, как называли украинцы. В такой технике служил в армии. А вот это фактически близнец того автомобиля, который уже, наверное, летит, готовится к десантированию. Основные тенденции, стоящие перед нами – это снижение разномарочных машин, приведение к одной марке. И это сейчас стоит в войсках на перевооружении на марке автомобилей КАМАЗ. И однотопленности, чтобы перевести на один вид топлива. На данный момент это на дизельное топливо. Мы вам сейчас представили модельный ряд, где показаны образцы, старые образцы, которые стояли на вооружении, которые сейчас вооружаются нашими воздушно-десантными войсками, в том числе и данное соединение. Это карбюраторные машины, на их смену идут дизельные машины. Это авиадесантные машины, на их смену идут тоже дизельные машины, но уже других марок. Вот эти вот Уралы капотные, у которых полтора метра жизни, как говорится, спереди потихонечку меняются на другую технику, на КАМАЗы. Для водовой это просто необходимо, потому что Урал десантировать сложнее из-за того, что у него смещен центр тяжести. Вот как в 85-м году. Все-таки армия есть, армия. Буквально так и тянет, вытянуться в стронку. Глупо было бы представить воздушно-десантные войска, которые идут в современный бой на одних только автомобилях. Конечно же, это не так. Прошу любить и жаловать учебный БМД-1, или, если быть более точным, боевая машина десанта. Разработка первой мере специализированной боевой машины, предназначенной для десантирования как парашютным, так и посадочным способом, началась в 1965 году в КБ Волгоградского тракторного завода. Состоит на вооружении с конца 60-х годов. Вооружена 73-мм гладкоствольной пушкой. С орудием испарен пулемет ПКТ под патрон 7,62. На башне установлен пусковой кронштейн, для установки с управляемыми ракетами, доступ к которой осуществляется через специальный люк в крыше. Дальность поражения ракетами до 4 километров. Вес БМД-1, а речь идет именно об этой самой первой модели, в боевом снаряжении составляет более 7 тонн. Двигатель специальной разработки имеет мощность 240 лошадиных сил. Коробка устанавливается механическая с четырьмя передними и одной задней передачей. Скорость максимального продвижения по ровному покрытию составляет 60 км в час, а запас хода по топливу стандартный в армии 500 км. На базе БМД-1 существует и другая техника боевая. Впереди две машины, так называемые «Реостаты». Они управляют огнем артиллерии, и за ним следуют самоходные установки со 120-мм пушками. Называются они «Нона». Экипаж, расчет 4 человека. Трудно представить, что это ездит со настоящей боевой техники, как говорится, на броне. Что касается «Ноны», выяснил я, что она может стрелять не просто как пушка, но и как миномет. То есть, если за бугром противник вводится координатой, и навесным огнем противник поражается. Потрясающая история. Вот она, настоящая боевая машина десанта. Причем, судя по тому, как она выглядит, видавшие виды. Ну, правильно? Она же рабочая лошадь. Условно говоря, можно разделить на три зоны. Первую зону, где находится зона управления. Три люка, соответственно, три члена экипажа. Командир, механик-водитель. И третий люк, там размещается пулеметчик. Дальше следует вторая зона. Зона боевая, потому что здесь, вот, около пушки находится оператор-наводчик. Наводчик-оператор. И третья зона, где размещаются три человека десанта. Это гранатометчик, помощник гранатометчика и стрелок. Кстати говоря, вот здесь вот, в этой зоне могут десантироваться два человека буквально прямо из самолета. А сейчас вы видите то, что я, например, вижу первый раз. БМД-1 может менять клиренс, уменьшать его. Видите, вначале ослабляются гусеницы, потом будет потихонечку опускаться. Таким образом, кстати говоря, машина грузится в самолет перед десантированием. После чего сейчас будет другая метаморфоза. Сейчас гусеницы натянутся. Вот в таком виде, приспущенном, да, с измененным клиренсом, уменьшенным, БМД-шка может скрытно подкрасться к врагу, используя складки местности. Должен заметить, что я, например, не знаю ни одной другой единицы боевой техники в зарубежных войсках, в войсках потенциального противника, которые могут делать то, что делает БМД-шка. Ну вот, буквально считанные минуты отделяют нас от того момента, когда пролетят над нами самолеты и оттуда, буквально как снег на голову, посыпятся вначале техника, а потом и десантники. Никто из них не знает заранее, как будут развиваться события. Бой есть бой. Недаром еще один вариант расшифровки аббревиатуры ВДВ звучит так. Возможны 200 вариантов. Тем не менее, бойцы готовы к любому развитию событий. Вот тут и задумаешься о том, что лучше – армия, состоящая из срочников, на обучение которых дается один год, или армия профессиональная. Интересно, что в самом ближайшем будущем во всех вооруженных силах в подразделениях появятся новые единицы – заместитель командира по религиозной работе. Это будут гражданские люди, священнослужители, отбор которых на службу будет контролироваться на самом высоком уровне. Уже сейчас говорится о том, что претенденты будут проходить очень тщательный отбор. Вот только будут ли это исключительно православные священники, или будут представлены и служители других культов, которых в нашем конфессиональном государстве много, пока не ясно. Все-таки очень много изменилось спустя те 25 лет, что я демобилизовался. Абсолютно не ожидал здесь увидеть вот такую вот церковь на колесах, или, может быть, правильно сказать, молельный дом. Построен он на базе КАМАЗа, помещается туда примерно от 30 до 50 человек. Нету штатной единицы водителей, так что за рулем сам святой отец. Ну вот и началось то, ради чего мы здесь собрались. Команда «Штабное учение». По замыслу учения, в тыл условно противника из самолетов военно-транспортной авиации должны десантироваться около 1000 человек и 12 объектов боевой техники. Это 6 единиц боевой машины десанта БМД, 3 единицы самоходно-артиллерийских орудий НОНа, 2 единицы колесной техники, одной из которых является наш ГАЗ-66. К учениям привлечено около 20 самолетов военно-транспортной и штурмовой авиации и принимает участие более 3500 военнослужащих. Вы знаете, я до самого конца сомневался, что нам удастся отследить наш автомобиль в этой суматохе. Тем не менее, машину мы заметили, застекли, куда она приземлилась и рванули в поле смотреть, что с ней произошло. Понятно, что мы наблюдали за обычным десантированием, которое прошло в штатном режиме. Тем не менее, боялись, что машина пострадала. Напрасно. Машина исправна и готова хоть сейчас отправиться в бой. Вот только экипаж ее подготовит и вперед! Ну вот, выставка десанта и закончилась. Все обошлось, машина наша жива, целая и здорова, и в бой пошла уже более серьезная техника. Но эта тема уже для совсем другого сюжета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok